Валерон Продакшн представляет Давным-давно, когда работа в такси еще была, и водители возили настоящих живых пассажиров, это было на рубеже сложного периода, и работы оставалось совсем мало, поэтому мне пришлось включить эконом и возить пассажиров за 60 рублей. К сожалению, некоторые части видео были потеряны, но некоторые я все же сохранила для вас. Итак, мы начинаем нашу историю. У Пепы на работе мне удалось завладеть респиратором, и я отправилась в бой. Так, мне пришел заказ куда-то в Тульскую область. Какой-то там чего-то Тульская область. Все, вообще, больше никакой информации. Ну, поедем, посмотрим. Поездка недолгая, 25 минут. Глянем, сколько сейчас выйдет. За город обычно в выходные ездить круто, там обычно всегда можно что-нибудь взять обратно, но сейчас я сомневаюсь, что кто-то поедет в Тулу, потому что, блин, да тут ничего не работает, как бы тут делать нечего. Здравствуйте. Давайте оказываем. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Ну, не пугайтесь так. Правильно. Так, вы куда-то туда. Куда-то туда. Да, да, мне просто там не написано куда. Заград. Да, да, да. Ну, по точке там, по навигатору. Да, да, хорошо. Проба жаловать в лес не надо. Прям в лес? Прям в лес? Я ездил на яндекс по красе, там по танцам в лес поймутый. А вы что будете? Это что, ружье? Так, точно так, что у меня в безопасности. Я все-таки не уверена. Прикольно. Сегодня открытие сезона. А вы один? А, да. Очевидно, да? Мне не нужны конкуренты. А на что вы охотитесь? Бекрас во Франции его называют. Та самая птичка, мясо, которое добавляли в знаменитый салат Оливье. Солнце садится, и через 10 минут после заката солнца наступает такая мертвая тишина. Все затыкаются. И вот этот вот товарищ, он начинает летать в полянке. Ищет себе подругу на ночь. Подругу на ночь? Ну, сам ищет. Но маленький орет, как звери. Ищет женщину, да? Да, женщина ему отвечает так. А вы именно мужчин убиваете? А только мужчин можно. А женщин нельзя? Нельзя. Выше он летит, вот он и появляется, значит, вот он возбужденный. Шмар. Представляете, как это вот обидно ему, да? Просто их сейчас не напасешься. Он зашел в аптеку, нет ничего. Я купил этих салфеток спиртных. Не хочешь, чтобы это есть? Спиртная салфетка, резинка. На уши одеваешь, а под резинку салфетку манешь. А, это вы будете самодельно маску делать? Да, и под нее салфетку суешь и все. Прикольно, собственно. А куда деваться? За чего дойдет русский человек, да? Горя, нам не только хитра, а. Прикольно. Ну, я желаю вам удачи, или нельзя желать удачи? Говорят, ни пух, ни пера. А, тогда ни пух, ни пера. К черту. А вы сегодня допоздна? А я не знаю. А то, может, позвоню, и меня заберете. Ну, попробуйте, запишите. Часов до восьми, наверное, у меня все продлится, все веселье. Пять часов целых, да? А? Пять часов целых. Пять? Ну да, сейчас три. Нормально. Термос, пряники, все есть. Снарядились полностью. Пока селфи в инстаграмм там выйдет. Ага, вы продвинутый охотник. Ну, смотри. Пожалуйста, до свидания. Проехали мы 25 километров. Быстро достаточно, 21 минута всего лишь. И получилось у нас 503 рубля. Ну, попробуем сейчас вернуться туда, поближе к городу. Может, что получится. Кстати, работаю я сегодня, как и всегда, через таксопарк Ракета-такси. Подключает он не только к Яндексу, но еще и к сети Мобилу и к агрегатору Болтед, если вы в Петербурге. И условия у него очень интересные. Водитель сам может выбирать комиссию, которая ему удобна. Это либо 2,5% заказа, либо 3,7 рубля с каждого заказа. И всего лишь 7 рублей для Петербурга и Москвы. Либо комиссия за целую смену. То есть 30 рублей для регионов и 50 рублей для Петербурга и Москвы. Денюжки парк выводит автоматически каждый день. У него есть заправки с таксометра. И он не берет никаких дополнительных комиссий с бонусом. Звоните и подключайтесь. Все ссылочки и контакты я оставляю в описании под видео. Отличный парк. Заказ пришел. Причем не в город, а здесь по местности. Ворую у местной службы такси заказики. Отлично. И подачка такая. Ой, чуваки, главное, чтобы я вас нашла. Ну, погнали. Ой, 25 рублей на чаевку прилетело. Это охотник мне присылал. Охотник. Классно. Бабулька, короче, в окне смотрит на меня. Походу, ей очень страшно. Просто здесь вот тупик, короче. Я просто сюда прокралась. Ну, как бы, как-то так. Вот она там сидит, в этом доме. Только что так на меня смотрела. Ну, я бы тоже испугалась бы. Ни хрена себе. Приперлась тут какая-то в такой штуке. Она скажет, я сбежала от вас, блин. А вы сюда пришли дрожать меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Надо будет в кресло сесть. Так, мы с вами в Зайцево. Школьный будет там переделать кресло пристегнуть. А, тут нету этой в середине, да? Нет, нет, она есть. Просто там, смотрите, сейчас стоит, чтобы пристегнуть штатным. Кресло-то штатным пристегивается. А он сейчас отстегнут. Ну, то есть, мне надо будет его просто пристегнуть, и вы сможете те, которые... Мы чуть-чуть не запарили меня. Да, да, я поняла. Короче, вы скажите, какие вам надо, я вам сделаю. Все, я пристегнула кресло. Я думаю, сегодня не дождемся такси. У нас нормально. Нет, мы тут это... Только рада. Я думаю, сейчас только вообще не работает. Да нет, конечно, мы работаем. Нам-то никто не компенсирует то, что мы уйдем. У нас у всех кредиты, арендные машины. Заказы упали? Кто деньги? Ну, народ уменьшился. А, упали. Слушайте, я вот не знаю, вчера было просто очень много заказов. Я не понимаю, куда все люди ехали. Яблась. Что? Нет, по дуле катались, да. Ну, как и все. Спасибо большое. Пожалуйста, до свидания. Ну, это вообще красиво получилось сейчас. 12 километров заказ мне показывала. Ну, я там гадость одну сделала. Немножечко я сократила путь. В общем, получилось, что у меня где-то километров 8. За 11 минут доехали. Смотрите, какая красота. Заказ будет оплачен, как? Ну, это опять же не забывайте, что это из пригорода в пригород. То есть у нас посадка, по-моему, 200 рублей идет. И километр 18 рублей. И сколько-то там, по-моему, так же 3 рубля в минуту. Такие заказы я люблю. Да я готова здесь, на самом деле, весь день вот так вот покататься. Люблю этот район. Здесь красиво, спокойно, тихо. Представляете, мне прям просто сегодня фартит. Тьфу-тьфу-тьфу. Прилетел прям тут же вот заказ. Ну, тут 3 километра по даче, но для пригорода это вообще фигня. По сути, он вот тут вот был прям вот от меня слева. Просто нет возможности развернуться. И поеду я сейчас в Щекино. То есть, опять же, не в Тулу. И должно быть все вообще отлично. Я вам помогу сейчас. Поездка по Яндекс.Навигатору займет 26 минут. Яндекс тоже вот такой рекламирует везде, что вот они сейчас вводят там доставку еды. Я им пишу, говорю, ну, Яндексу. Вы можете какие-то хотя бы средства водителям предоставить для защиты? Потому что дезинфекция должна проходить в машине. Да, конечно, конечно. Вот мы им пишем, а им пофигу. Они говорят, рекламу делают. Ну, что нужно сделать, вот у нас такие вот кличи. Ну, такой зациклиент, в большей степени. Звонок видно Яндекс. Девушка, добрый день, так и так, мне, пожалуйста, машину дам, пожалуйста, чтобы вводить в любом дезинфекционной машине, маски и перчатку. Принадусь такого водителя. Не найду. А, так это их проблемы. Значит, просто клиент срывается. Когда позвонит 20 человек, ребята, мне нужна чистая машина, пожалуйста, стилизованная. А они должны задуматься. То есть, надо создать условия, чтобы они задумывались, как-то будто исчатка на Axios Torotok. Сейчас, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, вот налево, налево сейчас. Ой, направо, направо, пардон. Направо. Спасибо. Ага, сейчас. Надо помочь у тебя, сейчас. А? Вы молодец. Спасибо большое. Вам тоже. смотрите какая красота за 26 минут мы доехали 24 километра пассажир мне 438 рублей заплатил а на самом деле мне яша доплатит до 584 у пассажира скидка он мне еще оставил начать давние 500 рублей теперь надо поехать заправиться то я так обрадовалась так каталась что у меня скоро хочется бензин короче ребят я стою тут наверное уже час может и больше у меня все просто затекло я задолбалась здесь стоять но мне так лень ехать в тулу ребята говорят что там нифига нет работы мне пришел какой-то странный заказ непонятно короче просто по району вот здесь так как здесь заказы стоят по 200 рублей так как это тоже пригород ну по еду отвезу его что ли что делать еще правда подача у него четыре с половиной километра но он коротенький короче это щекино азот походу вот сюда заказ а еще здесь есть около саурона но она походу не горит представляете цените заводик прикольные такие трубочки там вообще я так прикалывает такое ощущение что это какая-то игра и там можно залазить а еще там живут всякие вардалаки вообще клево какие тут просто космические штучки лежат какие-то вагоны валяются на земле почему-то какие-то вообще кто это ага хорошо здрасьте добрый день а нам москве что ли? а для нас москве что ли? нет это витоз знаете с каким трудом мы с вами в первомайский нам пятерочку короче надо мы сейчас где я знаю что мы находимся возле завода и потом назад больше я вам ничего не могу сказать обратно отсюда обратно не знаете где вас пятерочка а я не щекину а я знаю где пятерочка меня сегодня возили ну тогда показывай дорогу всегда прямо все он вроде нашел то есть вы туда и обратно да ну таковы обратно то можете за счет не за счет конторы а так прокатиться да деньги все равно вам оплатим как разница хорошо я там второй раз с девушкой таксистом второй раз я начинаю пугаться глядя вот на это что а второй второй раз второе вот такой вот тактик �ти ктти ктти и прям че пыты это это как сказать это не п тому что я девушка это тахсист они все так делают да конечно а вы там работаете на тот факт назлоки? дааа приехали до больших машинах а вы что водители? да водители а вы по этому боитесь что там про천у да? что? Вы поэтому боитесь, что я тыкну там что-то в телефоне? Да А вы не тыкаете? Нет У меня, например, вдруг на Америке у него однажды он на камеру попался 154 А зачем он так? А мне как-то было, он торопился Ничего себе, нормально он там торопился Ну, по четверке торопился, там можно Там скидка как малый мужчина Да, да, да В смысле? Ну, когда ездишь в ПАМ-4 на больших машинах, там скидка всегда Как малый мужчина водителю И поэтому ему можно было 170 Это какой-то сленг ваших водителей, я что-то не поняла просто Шуточка Так уж, шутит Вот видите, каким мы водители? Пиво пьем Подождите, а когда вы пиво? А вы что? Ему только в понедельник ехать Я жду в понедельник и будут танцы делать у себя на прицеле Да будем бы танцевать, тренироваться Что-то вы меня вообще запутали, а вы вообще откуда? Мы? Мы рядышком здесь живем В пару метрах А почему вы домой не идете? А потому что у меня до дома, наверное, 1200 километров Вот я сейчас скоро направлю Ах ты! Я бы тоже сейчас так бы сказал Езжайте, езжайте До светофора Давайте его догоним Ударим на пылесо Не надо А если ногой? Внимать? Нет, нет, плохо людей бить нельзя Вот и я говорю нельзя бить, а так хочется Да хочется, не спорю Да мы не местные Нет, то что направо Это да Я с Петера Я с Нижнего Я с Нижнего Приехали к вам на завод Посмотреть на красивых таксистов Вот можете вот сюда вот сейчас раз Все, мы сейчас забежем, выбежем И вы нас обратно отвезете А вы мне не дадите денег? Дадим Ох вы какие что? Да, а тут просто Сколько вам надо денег? Ну добавьте пока 200 рублей А потом вы и выкидите Знаете, вам 200? Ага И постойте покурить Только не в себя, пожалуйста Ладно Девушка курить не должна Короче, я закрываю заказ Закрывайте, да Привет! А что с пассажирами? Спасибо А что такой серьезный? Потому что не все что творится Что творится? Что творится? Вирус Я боюсь, что у вас есть захотеть Блин, ну я не знаю, ну не ходи Сейчас еще один придет А, хорошо Я же не один пассажир Эй, как тут места мало? Да, может надо Лукси Лукси А что, куда вы? Ну приду мутецких машин-то Ну да По нормальному людям Учись потом Не, можно же назад было отодвинуть Сиденье Да если его отодвинуть сзади Уже никто не сядет А куда он собрался? В кресло? Он в кресло сейчас сядет А на кресло поедет Маленькие Ну так же Я вот вижу, что он очень хочется покататься в кресло Едем обратно А мы думали уже уехали Нет Бросили на нас Нет, нет, он ждал А покольно Ты, грубо говоря, вот так едешь днем Вечером заболел Что ты будешь делать? А тебе ехать надо еще чуть-чуть Километров четыреста Пятьсот А, ну то есть Ничего не видно какое Нельзя остановиться, да? Конечно нет Сразу, сразу Сразу Прям звонят Через трубку тебе Начинают бить в ухо В глаз Кричать ай-яй-яй Ногами топать А ты как белый зайчик Начинаешь Ухами только закрываться Шутка Не, ну а правда Они прям так за вами следят? Прям вот Даже в машине Три камеры стоят Чтобы подглядывать Что мы делаем Вдруг едешь на ходу Захочешь В носу ковыряться Они тебя А-а-а-а Ты руля пустил А как же Частная жизнь И гигиена Очень тяжело Вот да Очень тяжело Все плачевно А почему вы такую работу выбрали? Вам нравится ездить или что? Да, с садомазохистом Конечно Конечно Да он шутень Слава тебя Вы себя всерьез Встребываете? Блин, а я бы верю между прочим Как вам стыдно Вот я уже сколько времени живу Я уже давно таких не видел Которые верят Да? А я есть Да Надо сегодня будет сразу же позвонить Сейчас когда приедем Только не уезжайте никуда Я позвоню в Красную книгу Чтобы приехали и записали Что еще есть такие люди в мире Блин, ну это плохо на самом деле Почему? Потому что нельзя никому верить А вот это зря Почему? Потому что я бессовестный И бесстыжий Но я иногда людям верю Как вы с вами дадите? Кто я? Да Я из Тулы А как вас сюда занесло? А мне заказ дали Щекина Я здесь уже наверное час Букавала Никак не приедете И вот я дождалась вас теперь Не знала Может еще кого буду ждать? Да может с нами и останетесь Нет, с вами нельзя Свои люди С вами нельзя оставаться Нет, почему свои связаны? А что, добрые? Ну да Вот эта вот самая большая длинная Вот к ней Вот его Полосатенькая сзади Которая в полосу Самая большая сзади Ааа О господи Это вы на этой штуке ездите? Да Я сижу вон в гусянке на этих И гуляю Что это такое? Это кран Только без стрелы Сколько мы вам должны? Да Сколько мы нам еще должны? Ну и там у вас было 239 Ну значит короче обратно Тогда Короче 300 Пожалуйста приезжайте к нам еще Хорошо Если попаду с вам Прикольная штука Нравится? Ага Пошли посмотреть Не-не-не Я не пойду Я их боюсь Счастливо Спасибо До свидания Классные мужчины Ехать Ехать с километра Наверное Блин я даже не знаю Километр 4 Там я их подождала 15 минут В общей сложности получилось где-то километров 8-9 и 15 минут ожидания 500 рублей Ха-ха-ха 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 Я просто Ой Ну я же должна Как-то компенсировать Я их час ждала Ё-моё Пока их мне назначат Блин У меня все лицо горит Вот реально Все лицо В общем ребят я решила поехать домой Я поработала я сегодня хорошо Потому что мне просто подфартило У меня было много пригородных заказов И они прилично стоили Но ребята при этом Коллеги рассказывают Что в Туле заказов было очень мало Естественно никаких ни кэфов Ничего И очень печально В итоге проехала я где-то 140 километров Может быть даже чуть-чуть побольше И заработала я по таксометру 1700 с вычетом комиссии Еще вот 300 рублей Которые мне дали мужчины Которых я обратно С магазина отвезла Ну то есть 2000 Извини Я где-то потратила Рублей На 400 На 500 Чистые полторы тысячи Я заработала Но сейчас время Уже девятый час Очень долго в Щекино Заждала заказ Так и не дождалась Надеюсь Что эта неделя будет последней Когда все будет вот так печально И дальше все Идет на спад Но это все зависит от нас От нашего поведения Если мы будем Безалаберны То естественно На спад ничего не пойдет И без работы Мы будем сидеть дальше Так что терпения вам Друзья Обязательно Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Колокольчики И пишите Комментарии Всем пока До новых встреч До новых встреч